Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Собака как зрычит, а баранья как закричит. Это что, мисс? Да. А что это мисс большая? А баранья как жена? А что это бараньяки-мороденчик? Мы узнаем, кто там был дальше у нас? А баранья как закричит. Разбойники, воры, уроды. Собака не той породы. Швырнула она чемодан. Ногой отпихнула диван. Картину, корзинку, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, мамаша, на станции. Согласна бумага. Багажные квитанции. От вас получили багаж, диван, чемодан, саквояж. Картину, корзинку, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрастить. Вот, стоп, стоп, стоп. Че? Я не слышу. Однако за время пути собака могла подрасти. Ага. Привет, девчонки. У нас так и стоит жара. Но правда, мы сегодня смотрели в интернете, написано, что три дня всего лишь. Ну, такая жаркая погода будет 33 градуса. А потом будет уже где-то градусов 20. Матерь, это радостно этому или нет? Или ты хочешь, чтобы жара улыбала? Жара. Жара. Ну, там написано, что до середины сентября еще будет достаточно тепло. А сейчас настолько жара... Мам, я только напишала. Молодец. Какой-то девочке напишала. Какой-то девочке только напишала. Жара стоит такая... А датушка, дай мне сказать, пожалуйста, слово. Жара стоит такая, что я читала в интернете, написано, что в этом году, походу, не будет никаких фруктов чайских. Потому что все засыхает. У нас вот все. Огурцы пришел конец. Все огурцы перегорели. Помидоры еще плодоносят, а огурцы уже как бы ничего не дают. Такие маленькие огурчики. Все листья просто уже такие сгорели. Вот. Сегодня что у нас по плану? Я сегодня проснулась в 3 часа утра. Потому что вчера... 3 часа? Да. Потому что я вчера пришла с работы, я не ложилась спать. Я до 5 вечера убиралась. Легла поспать. Потом вечером ложилась. И еще проспала до 3 часов ночи. Ну, утра как бы. И опять убиралась в ванну на втором этаже. Короче, уборки было куча. Гладила. А сегодня мы что хотим сделать? Мы сейчас с Матеем запишем диктант. Потренируемся. Потом покупаемся. А потом, наверное, съездим в магазин. Потому что мне надо заехать в Дымку. У меня закончился стирание порошка, Виваж. Хотела там твой рюкзак старый почистить. А вот этим... Ты уже с ним в школу не пойдешь. Понятно. Пока пойдешь с Майнкрафтовским. А если что-то мы лучше найдем. Вот так потом еще прикупим. Покупим. И мне папа какого-то лезет. И тебе как вы. Мы пока пойдем в школу. Какого-то лезет. Да. Ну вот я хотела этот рюкзак чак почистить. И просто бы этот рюкзак как раз сложить эти все твои... Чтобы не выкидывать старые тетрадки. Я тебе их все на память оставлю. Просто туда сложу мой ящик. Освободим для новых. Ну и как раз соскучим в ТЭСК. Я хочу... А как тоже дай мне сказать, пожалуйста. Я там девочке говорю. Хорошо. А можно мама скажет, а потом ты скажешь девочке. Хорошо? Угу. Вот. Заехать в ТЭСК я хочу... Сегодня зашла на... Искала рецепты. Хочу испечь свой хлеб. Бездрожжевой. Как пекут вегетарианцы. То есть если у меня получится что-то найти, я хочу купить. Чтобы испечь самим хлеб. Потом. Вечером, если будет попрохладнее, то мы съездим пособирать яблоки все-таки. Чтобы потом можно было испечь варенье. Вот. Ну а сейчас... Мам, а теперь маме мне сказать. Ну давай, говори слово, а потом тишина. Мы будем смотреть диктант писать. Я вот так. Ты как раз диктант писал? А ты будешь мне кугак. И сейчас я... Все, я пущу. Все. А теперь мы будем смотреть писать диктант. Не знаю, насколько получится у меня правильно Матея прочитать на честь. Кому слышит ли он все буквы. Потому что я уже в каком-то видео говорила, что я лечу зубы. И сейчас я шепелявлю. Вот. И не знаю, буду... Прочитаю я это правильно или нет. Но мы постараемся. Как-то я уже... Мы уже делали диктант. Папа у нас на чесском очень хорошо. Сейчас мама попробует. Давай. Я буду... Потихонечку, да? Чтоб ты слушал. Позоровал всем весмир. Позоровал всем весмир. Позоровал всем весмир. Музька прибавь в ходу. Давай ты напишешь. Если что, я потом тебе дам в конце время, если ты будешь сомневаться о каких-то ошибках, исправить их. Если вдруг будут. Потому что надо... У нас вот именно проблема в том, что ты еще потихонечку пишешь. Надо нам тренировать руку, чтобы побыстрее у нас получалось. Написал. В далце с... Я не понимаю, точка? Ну вот, если я тебе прочитала предложение и закончила, как ты думаешь? Ну, точка. Вот если я тебе читаю. Позоровал всем весмир. А там что запятая там будет? Вам, как правило, всегда читают целое предложение. Но нам там не читают целое предложение. А что, по слову вам читают, что ли? Не, нам читают... Ну, что запятая там... Ну, бывает предложение с запятой. Ну, я же тебе... Где тут может быть запятая, если идет, например, Позоровал всем весмир. Читай другое предложение, да? В далце с... Миготало светло. В далце с... Миготало... Две девочки. Тишина, Агата. В далце с... Миготало светло. Девчонки, у меня там на заднем фоне, если слышно какой-то звук, это суп разогревается. На чем, мама, у тебя становится... Не слышно, приближен. Ктери се не слышно. Мама, я не понимаю, что приближен, но я не понимаю, как-то писать тогда. Ктери се не слышно, приближен. То есть он подошел, не слышно. Приближен. Приближен. Нет. Подошел тихонечко. Приблизился по-русски. Приближил. Ктери се не слышно, приближил. Написал. Повторю целое предложение. Вспытав сем се, подивал на отца, ктери се не слышно, приближен. Новое предложение. Аш. Что бы то могло бить? Что бы то могло бить? Буквы весело. Эй, вы буквой чуть-чуть потише. То бы то могло бить. Мам, я тут не понимаю, ты сказала, там писать и, и, и. Ну, это ты должна знать под правилом. Но ты сказала, не понялся. Со бы то могло бить. Ну, по-русски, что бы это могло бить? А по-чешски, со бы то могло бить. Вот так. Это нам будет, это шансы. Вот видишь, Мать, у тебя больше диктантами надо сниматься, чем... Да нет, просто ты сказала, не, я сборчивая. Я неразборчива. Я четыре раза повторяла, разборчиво, маленькое предложение. Что бы то могло бить? Ну, если бы там было трендерит, то бы это был уже, ну, дом. Так что это? Ну, а если... Ну, а при чем бы был бы тут быт, если вопрос задается? Это вот какое предложение? Оно вопросительное, восклицательное или просто обычное? Что бы то могло б быть? Ну, что я спряшила. Ну, вот если по-русски, что бы это могло бить? Это какое предложение? Какой знак ставится? Вот этот, вот этот забыл, утазник? Утазник по-честки, а по-русски? А по-русски, я не помню, что-то. Вопросительный знак, нечего? А, вопросительный знак. Что бы то могло бить? Давай посмотрим, что со знаками припинания вообще. Вот смотри, я прочитаю. Что бы то могло бить? Что бы то было полаком? Не бы спишницей и нехом. У вас, посмотри, суп, пожалуйста. Еще один особый письмо. Какие знаки мы ставим как тебе предложение? Я тебе даю вообще крупную подсказку. Какие знаки? Что бы то могло? Что бы то могло бить? Что бы то могло бить? Что бы то могло бить? Что бы то было полаком? Если, по-русски, как я говорю, если бы то была созданной непоспешной, целью, нехом, то есть, может, вы что-нибудь дугое? Какие тебе вопросы с вами? Что бы это могло бить? Что бы то могло бить? Я просто дусь. Я просто Lopez, По-русски. А мы че-то. А я доченая, я доченая, то я не могу. Смотрите, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ага! Ага! Давай, свечи, иди, Меда. Разгоняйся, Ага. Маркинс, ты же не надо перед ней карабан, не шахи. Я уже говорила, я стараюсь и черепаха торцила, я уже залезла. И вот я даже. Уже чувствуют, что здесь вода уже хорошая. Меда! Она помнит была очень холодной. Ага, ну не на мне, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok